Добрый день. Они много говорили, но давайте еще раз кратко расскажем, что такое спайс, из чего состоят. Знаете, я бы кратко сказала, что спайсы – это чума XX века. В свое время чума унесла огромное количество жизней. На сегодня эти жизни уносят синтетические наркотики или один из видов таких синтетических наркотиков – спайсы. Это травы, которые пропитаны специальным синтетическим наркотикам. По силе своего действия, пожалуй, это самый мощный из известных на сегодня наркотиков. До 2007 года спайсы России были неизвестны. Возможно, они и проникали на территорию России, Украины, Белоруссии, но мы, специалисты, не знали, что эти страшные психозы, которые мы начали видеть примерно в 2005 году, вызваны именно употреблением спайсов. И только в 2007 году официально зарегистрировали, что те самые страшные психозы, от которых умирает молодежь, или сходят с ума до такой степени, что превращается, попросту говоря, в растения, виной являются спайсы. Расскажите подробнее, как же они действуют на психику, эти синтетические вещества? Эти синтетические вещества действуют на психику точно так же пагубно, как и любые другие наркотики. Но дело в том, что спайсы, они пропитаны наиболее мощным наркотиком, который, можно сказать, стопроцентно проникает в мозг, поражая его. И вот это стопроцентное проникновение в мозг, к сожалению, и вызывает не просто психоз, а психоз, который сопровождается очень страшными вещами. Вот я вам расскажу примеры из своей достаточно многочисленной практики. В прошлом году спайсами буквально был захлестнут целый регион России. Это Ханты-Мансийский округ и Урал, в частности, Свердловская область. Коснулась этой Челябинской области, где я работала. Появилось огромное количество спайсовых психозов, которые проявлялись тем, что, во-первых, страдала молодежь в возрасте от 14 до 15, максимально 25 лет. Во время этих спайсовых психозов у практически каждого из этих пострадавших молодых людей нарушалась ориентация в пространстве. И вот те самые непонятные смерти, когда огромное количество молодых людей вдруг выходило в окна с 9, с 14 этажа. Помните смерть одного из Иванушек, Игоря Сорина? Так вот, до сих пор спорят, было убийство это или смерть, а мы, врачи-психиатры, предполагаем, что это было употребление того самого спайса. Итак, нарушается ориентация в пространстве, и человек попросту путает окно с дверью, не ориентируясь, шагает буквально в пропасть. Это один из страшных симптомов спайсового психоза. Второй страшный симптом – галлюцинации. Вот некоторые наркоманы применяют наркотики именно с целью испытать этот кайф от, как им кажется, веселых, интересных, радужных галлюцинаций. При спайсовом психозе эти галлюцинации столь страшные, что человек, буквально, это страшные галлюцинации, что человек по-настоящему сходит с ума от страха в результате этих галлюцинаций. Это отличает спайса от других наркотиков, я так понимаю, именно страх, не кайф, страх вызывается. Дело в том, что, да, вот этого кайфа, который хотят получить наркоманы, удовольствие, легкость, полет и так далее, при употреблении спайсов практически не получается. Получается обратный эффект – страшные-страшные галлюцинации. Причем эти галлюцинации смешанные. Человек и вовнутри себя видит страшные вещи, и снаружи. Он прячется от них, он убегает от них, но, знаете, от этого психоза не убежать. Еще одна страшная вещь, которую творит спайс, проникая в головной мозг. Можно сказать, что полностью разрушается память. Человек словно падает в пропасть. Наступает то, что мы говорим, слабоумие, деменция. И еще страшное, что происходит в результате употребления спайсов – это резкое разрушение интеллекта. Мама одного из пациентов, который выжил в результате спайсового психоза, сказала страшную вещь, которую от матери услышать страшно. Она сказала, лучше бы он умер, когда она получила этот живой труп. Шестнадцатилетний подросток, успешный, школьник, никогда не употреблявший наркотики. Вот чем страшны-то спайсы? Казалось бы, ну покурю, ну попробую. Ну что произойдет от одного раза? А спайс тем и страшен, что от одного раза можно сойти с ума навечно. Ведь даже Пушкин говорил, не дай мне бог сойти с ума. Спайсовые психозы ведут в пропасть, в пропасть психоза, когда человек сходит с ума и возврата нет. То есть один раз покурив, в принципе, идут невосстановимые процессы, правильно? Да, к большому сожалению, да. Тем более, мы практически не имеем так называемых антидотов от спайса. Нет такого вещества, которое нейтрализует этот спайс, этот синтетический наркотик. Потому что он проник в головной мозг и практически моментально его разрушил. То есть вводить какое-то вещество, спасающее от спайса, практически поздно. И все зависит только от того, больше или меньше человек употребил этого наркотика, этой курительной смеси. Вот всегда люди боятся шизофрении, да? Страх сойти с ума в результате шизофрении. Так вот, спайсовые психозы, они очень похожи на шизофренические. Но если сегодня имеются современные препараты, благодаря которым мы можем людей спасать от шизофрении, возвращать их к нормальной социальной жизни, нормальному социальному функционированию, то от спайса спасения нет. От синтетических наркотиков спасения нет. Это чума. Скажите, вот чума, а как она проникает на территорию страны? Каков ее в принципе... Я так понимаю, что она где-то зависла в таком полулегальном статусе, потому что состав постоянно меняется, успевают запретить один состав, приходит другой на смену. К большому сожалению, как и все наркотики в Россию пришли с востока. Спайсы конкретно пришли из Китая и продолжают приходить из Китая. Их присылают в виде посылок. Называя это курительными смесями, почему и осталось название курительной смеси. Также второе название – миксы. Также спайсы проникают из Китая в Россию и в другие страны под видом так называемых солей для ванн. То есть потребители выписывают в Китае эту смерть, по сути, делать для себя, и она приходит обычными посылками. Но на сегодня уже этот фокус ФСКН раскусила, и поэтому достаточно строго проверяются посылки, приходящие из Китая. Неважно, какая партия. Практически ФСКН старается проверять все более-менее подозрительные посылки. Но люди ведь еще везут это и просто по издания. Вот с одной стороны мы говорим сегодня в полушутку. Севастополь – Крым – это остров. Так вот благодаря тому, что Крым – своеобразный остров, на территорию Крыма спайсы проникают крайне в малом количестве. И это счастье для Крыма и для Севастополя. Это показатель хорошей работы таможни и ФСКН. Во всяком случае, вот я работаю в Севастополе чуть больше трех месяцев. Настоящих спайсовых психозов я, к счастью, здесь не видела. А мне есть чем сравнить. Ну проникают ведь, вы говорите, вот какой-то процент все равно есть. Процент небольшой и, видимо, все-таки употребляют в меньшем количестве и не курят до такой степени, что накуриваются до яркого психоза. Возможно, незначительные психозы есть, но те, которые мы видели в Челябинске, нет. Или, возможно, приходят смеси трав, пропитанные в меньшем проценте этим страшным синтетическим наркотиком. Вы как человек, который действительно столкнулся с тысячей случаев подобных. Нет, это не тысячи случаев, это сотни. Ну, сотни, все равно с большим количеством подобных случаев. Можете посоветовать, как вот оградить, в первую очередь, своих детей, наверное, от этого? Я понимаю, хорошее воспитание, но ведь иногда из хороших семей. Знаете, к большому сожалению, дети наши очень любопытны. И возраст употребления спайсов, это подростки 14-15 лет. Возраст, когда любопытство преобладает, а чувство самосохранения еще недостаточно сформировано. Плюс у очень многих детей, подростков этого возраста, оно задержалось в своем формировании. Мы говорим, на сегодня подростки очень инфантильны. И вот это детское любопытство, этот поисковый рефлекс ведет в пропасть. Ну что ж, надеемся, что все-таки и в стране эта чума уйдет скорее. И в Севастополе она никогда не попадет. Большое спасибо, что пришли к нам. Правду, как говорят, чтобы не научился ребенок плохому, нужно научить его хорошему. Всего вам доброго, оставайтесь с нами. Я напоминаю, мы говорили о спайсах с главным врачом Севастопольской городской психиатрической больницы Ириной Владимировной Шадриной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова